Здравствуйте, все зрители моего канала. Здравствуйте, мои подписчики, все, кто случайно заглянул на мой канал. Сегодня я получила одну посылочку с Алиэкспресс. Вот такую вот малюсенькую. Ну, я посмотрела, что там, я уже знаю. Это масло для кутикулы. Вот так вот оно выглядит на страничке в Алиэкспресс. Я выбирала масло яблочко. Цена здесь очень была привлекательная. Много слышала отзывов в Ютубе, и мне такую вещь тоже захотелось. Хотя ногти у меня вроде бы крепкие, но я думаю, что полечить их, попитать это будет не лишнее. Сейчас я распакую. Где-то мои ножнички тут. Распакую, и мы с вами откроем. Так. Удивило меня то, что масло мне прислали без коробочки. Вот. Но завернуто оно было вот так вот хорошо, и как бы-то повреждений никаких нету. Но почему коробочку они сняли, вот этого мне непонятно. Но фирма написана та же. Это американская фирма. Хорошее масло. И в состав входит кератин и витамин А. То, что как раз питает и укрепляет наши ноготки. Очень много было там запахов, но мне почему-то захотелось именно яблоко. Английского я не знаю, но тут вот именно, что это яблоко, apple, apple, как это, правильно не знаю, как произнести. Я или apple, я это, это слово я нашла и увидела и прочла. Вот. Сейчас я понюхаю, как оно пахнет. Аромат очень-очень нежный, нехимозный. Ну, даже почти не ощущается аромата. Это даже очень хорошо. Вот. Я боялась какой-то очень навязчивый брать аромат для того, чтобы мне это самое... На конце этой флакончика находится вот такое вот... Оно подкручивается. Здесь вот снимается и масельца попадает вот на этот вот... На эту вот кисточку. Вы вечером наносите на свою кутикулу. Если у вас нету лака на ногтях, то можно нанести полностью на ноготь, втереть это масельца в ногти, дать немножечко вот подсохнуть и так спите всю ночь. И масло работает. Вот. Лучше всего, конечно, это чтобы было на ночь, чтобы вы нигде, вам это все не стерлось, не мешало. Ну, вот такая вот... Если вам понравится, захочется такое масельце заказать, я вам оставлю ссылочку внизу моего видео. Еще я хотела бы вам рассказать то, что я в прошлый раз, когда получила свою кнопочку, я как бы только показала, что я ее получила. Но сейчас я с ней разобралась, с этой кнопочкой. Здесь, оказывается, надо было обязательно купить батареечку, потому что кнопочку прислали просто так, вот именно вот этот вот чехольчик. Я купила батареечку, здесь она кругленькая, небольшая, вот на половину этого футлярчика. Я ее вставила, вот так вот замигал вот глазик, значит, кнопочка работает. Вот. И вот эта вот кнопочка нажимается, когда вы фотографируете. На телефоне вы включаете Bluetooth, вот, и тогда делаете фотографии. Я очень этому довольна, потому что селфи-палка, которую я получила, она не... с моим телефоном почему-то не работает, ни с какой программой. Вот. И мне посоветовали, чтобы я приобрела вот такую вот кнопку и пробовала фотографировать через Bluetooth. Все теперь очень замечательно. Показать я вам этого не могу, потому что снимаю я видео телефоном. Но поверьте на слово, что теперь вот с этим приспособлением у меня все хорошо получается. Этим я, конечно, очень довольна. Я палку селфи еще одну заказала, ту, которая все-таки мне подойдет к телефону. Ну, пока что она придет, у меня сейчас вот такое вот устройство теперь есть. И то, что я уже знаю, что все это прекрасно. Батареечка совсем недорогая. Вот. Ее можно менять, когда по мере она используется здесь вот так вот. Но она очень-очень плотно закрывается. И пришлось мне даже вот сюда вот пилочкой поджимать. Там такая защелочка поджимать пилочкой. Для того, чтобы ее открыть. Даже сразу думала, что я не знаю, в какую сторону ее, это самое, где сжать и как сдвигать. Не сдвигалась. Пришлось вот здесь вот где-то вот рассмотреть и нажать пилочкой туда, в это пространство. Вот эта кнопочка для того, чтобы просто включить или выключить это устройство. Вот и все, мои дорогие. Вот такие вот две приятные у меня сегодня новости. Я нашла вот такой вот чехольчик от какого-то ювелирного изделия. И теперь моя кнопочка хранится в этом чехольчике для того, чтобы как будто я ее нигде не раздавила. Продолжение следует...